Всем привет! Добро пожаловать в долгожданное видео об осеннем гардеробе. Мои покупки, база, тренды, все по чуть-чуть и все в городских образах. То, что я реально буду носить, не затягиваю. Поехали! Добро пожаловать в долгожданное видео об осеннем гардеробе. Я сама себе собрала небольшой комплект, хотя, если уж так совсем по-честному, то цвет низа чуть-чуть отличается от верха. Если бы я вам не сказала, вы, скорее всего, не обратили бы на это внимание. Я выловила эти вещи в H&M в онлайн-магазине и специально заказала себе в размере S и вверх, и низ, для того, чтобы это сидело так воздушно, объемно. И я ношу эти вещи не только комплектом, а по отдельности и также не всегда именно в спортивном таком наряде. Я также в шоппинг-блоге показывала вам такой более трендовый вариант с жакетом классическим поверх. Также можно поверх одевать и пуховид, и какое-то стеганое пальто, или же классическое пальто-халат. То есть, это моя база и в пир, и в мир. Ношу не только на прогулку с собакой, не только на прогулку с детьми, а также спокойно надеваю в город. Вообще, вся моя осень и, скорее всего, зима пройдут под знаком комфорта и тепла. Ткань мне нравится, потому что она плотная, она с начосиком, она сидит так, как мне хотелось, поэтому этой покупкой я супер довольна. Также в H&M я нашла плотную байковую рубашку. Мне она очень понравилась по расцветке. Я, кстати, ношу ее также с кожаными леггинсами и с обычной базовой белой футболкой. Эта рубашка не представлена в стационарных магазинах, она продается только онлайн, поэтому если понравится, ищите ее там. У меня это размер XS, она действительно очень объемная. Она должна быть такой, но просто учитывайте, если вы хотите, чтобы она сидела больше по фигуре, то берите меньше размера. И я хочу сказать, что эта рубашка более качественная, опять же, чем во многих магазинах, которые посещала я. И да, даже те, которые продаются в стационарном магазине в том же H&M, так себе по сравнению с ней. Поэтому, кто интересовался в сторис в инстаграме, Оля, откуда такая красивая рубашка, сдаю вам явки и пароли. Неотъемлемый атрибут осени, между прочим, весны и также холодных летних дней, это, конечно же, тренч. Очень долго я не могла найти что-то супер качественное, и я испортила свой тренч, который приобретала в прошлом году. Но это, конечно, небо и земля, тот, который я показывала вам во влоге и нахваливала. Действительно, в него влюблена. Он от бренда Mako, я заказывала его в Украине. И он у меня в 36 размере S, то есть это классическая размерная сетка. И я специально взяла себе чуточку больше, чтобы под низ надевать какие-то теплые вещи, например, свитер или какой-то жакет. И мне, во-первых, очень нравится крой. Издалека видно, что это супер качественное изделие. У них фантастические лекала и также ткань. Она не пропускает ветер. Я испытала его в не самую приятную погоду. У нас вот только сейчас наступили по-настоящему осенние дни. Я могу выгуливать осенние вещи. Наверное, поэтому я раньше не снимала видео об осеннем гардеробе, потому что у меня просто-напросто не было вдохновения. А сейчас как-то вот и хочется делиться, и хочется это все носить. Некоторые вещи меня, к сожалению, разочаровали об этом чуточку позже. Возвращаясь к тренчу, он, конечно, обалденный. Он выглядит на миллион долларов, можно сказать. Все детали, все какие-то мелочи проработаны идеально. Здесь и подкладка, и также такая небольшая изюминка, но я обращаю на это внимание. Это три пуговки сзади, и меня не смущает то, что я невысокая. Я спокойно ношу такую длину, но этот же тренч будет очень красиво выглядеть и на высоких девушках. Поэтому, если вы искали тренч, такую современную классику, которая послужит вам много лет, то обратите внимание на эту марку. Также на мне вы можете видеть лоферы, которые я покупала в прошлом году. Они из Massimo Dutti, они выполнены из кожи. На мне они буквально как тапочки. Я продолжаю их носить, они сейчас есть в актуальной коллекции, в разных расцветках. Очень красивые молочные и в оттенке глубокой зелени. Вот на них я абсолютно точно буду охотиться на распродаже. И несмотря на то, что у меня 37,5, конкретно в этой модели у меня 37 размер. Вот уж чего я сама от себя не ожидала, это светлых вельветовых брюк. У меня тип фигуры груша. Куда там носить вельвет еще и в светлом цвете? Но вы знаете, я наверное созрела к тому, что тепло, комфорт и здоровье гораздо важнее того, что у меня что-то там может полнить. И в принципе мне кажется, что они сидят классно и как-то особо меня не увеличивают, не расширяют. И тем более под тренч, на какую-то прогулку кто-то меня видит. И главное, что мне удобно. И вообще это супер удачная модель брюк. У меня есть такие джинсы. Я покупала их в Zara. Вельвет не слишком плотный, но он мягенький, он приятный и не стоит колом. У меня 34 размер. Но это знаете, очень относительный размер, потому что они на резинке, они на завышенной талии и далеко не в облипку. И они, мне кажется, немножечко большимерят. Эти брюки укорочены и когда похолодает, я собираюсь их носить со светлыми ботинками. Я люблю вообще светлую одежду, светлую обувь, даже в холодное время года. Наверное, потому что у нас зима не очень суровая. И иногда там с машины в машину или куда-то быстренько поехать. Можно себе позволить носить даже светлые вещи. Кстати, если вы любите видео о покупках одежды, не забывайте поставить пальчик вверх. Мне очень нравится снимать примерку образа в городе. Но это занимает в два, то и в три раза больше времени. Но зато вы все можете рассмотреть как издалека, так и вблизи, в движении, с разных сторон. Самой мне такие видео не подготовить. Поэтому я благодарна Давиду, что он все еще соглашается снимать меня. И мне всегда очень комфортно и удобно работать с ним. Как-то так все очень быстро в этот раз прошло, наверное, потому что это были любимые мною образы и то, что я ношу максимально часто. В том числе и вот этот жакет, который я нашла в Mango. Он продается только онлайн, то есть в стационарных магазинах его не найти. Он также есть в таком темно-сером цвете. Он меня тоже манит, потому что это очень удачная модель жакета. Он и свободный, но за счет того, что это структурированная модель, то есть она сидит красиво по фигуре, она оверсайз, но тем не менее, даже на невысокое мне смотрится очень классно. Я ношу с джинсами, со спортивными джогерами, также с брюками, которые вы видите в примерке. И все, конечно, здесь прекрасно. Я очень довольна этой покупкой, несмотря на то, что цена этого жакета была чуточку выше, чем стандартные какие-то цены на жакеты в Mango. Он того однозначно стоил. Также на мне брюки. Это, конечно, не зимний вариант, я с вами соглашусь, но тем не менее, я знаю, что эти брюки я буду носить и весной, и вот когда надо будет, я таких не найду. Я отыскала их в H&M. Ткань супер приятная. По-моему, здесь что-то натуральное есть, потому что очень красиво это все и струится по фигуре, и также по ощущениям ткань мягенькая, такая вообще они не парят. Я такие комплекты ношу и куда-то в путешествия, и также на прогулки с детьми, на встречу с подругами, поэтому такой универсальный городской комплект на все случаи жизни, как говорится, и достаточно надеть просто базовую хлопковую футболку. Они также у меня из H&M. Они недорогие, стоят около 10 евро. Я, по-моему, в каждом видео уже о них говорю. Многие приобретали. Ну, действительно, хорошая вещь. Почему не посоветовать? Ну вот, полюбились они мне, и действительно, это то, без чего я себе не представляю свой гардероб. Вот, и также к этим брючкам я иногда, не всегда, но по настроению надеваю пояс. Пояса я люблю потерять, поэтому довольно регулярно показываю вам какие-то обновки. И вот этот, например, я нашла в Zara. Он, кстати, из кожи тоже не задорого. У меня в размере 80. Я добавляю несколько дырочек и ношу как на бедрах, так и на талии. Если бы здесь была состаренная пряжка, то вообще я была бы максимально довольна. Но классно, так интересно, стильно смотрится. Такая слегка потрескавшаяся, как бы лакированная кожа. Поэтому я считаю, что это удачная покупка, и ширина у него хорошая. Ох, боль моя. Кеды. Кожаные кеды из Massimo Dutti. Я очень хотела себе именно такую модель. Мне еще понравились вот эти задники в цвете бургундии. То, что это кожа. Это все, вы знаете, как сошлось. Вот, знаете, звезды сошлись. Я думаю, ну, наконец-то. И я в них прошла и проехала очень много. Больше 100 километров. И, вы знаете, они, к сожалению, начали расклеиваться. Несмотря на то, что я в них не ходила, а летала, они как облачко. Они ни разу мне не натерли. У меня 37 размер, нигде не давят. Вот все в них хорошо, но зараза, начали расклеиваться на изгибе. Я обратилась в Massimo Dutti. Они сказали принести счет. Они или обменяют, или вернут деньги. То есть, вообще, не вопрос, но мне жалко, потому что мне нравятся кеды. И, наверное, все же я вынуждена буду купить новые. Но я очень рассчитываю на то, что мне просто попался такой экземпляр. Но, видите, как Massimo у них хоть и выше ценник, но качество не всегда соответствует тому, за что мы платим. Поэтому тут не угадаешь. То, что сейчас на мне, это какая-то не совсем разумная трата денег. Но вот бывает так, что ты уже себе где-то в голове нарисовала образ. И ты ходишь, думаешь, стоит, не стоит, пытаешься найти что-то похожее. А его нет и нет. И ты идешь и покупаешь. Именно так у меня произошло со свитером, который сейчас на мне. Это Mango, стоит дорого, как для акрила. Но эта расцветка, вот что вам сказать, я купилась. У меня нет никаких оправданий. И модель здесь классная. Я взяла себе в размере S, чтобы он был чуточку подлиннее. Но здесь очень условная размерная сетка, потому что и XS очень большая, и M тоже там не сильно отличается от S. Поэтому нужно примерять. Но все они довольно-таки воздушные, скажем так. Мне понравилась гусиная лапка. Я решила, что я буду сочетать ее с красной помадой. Но чтобы не превращаться в такую пыльную версию себя, я решила добавить несколько трендовых аксессуаров. И такую более дерзкую версию помады. Это, кстати, жидкая матовая помада. Если видите, она мне красная, то это она. Пупа в номере 10. Обожаю ее. И, как оказалось, в тонком помаде у меня есть еще очень крутая сумочка. Тоже спрашиваете о ней. Я ее честно показывала. Возможно, они уже распроданы. Но все-таки дам вам контакты. Это Mills Carta. Эти сумки производятся из натуральной кожи. В небольшом количестве. Их делают в Питере. И у меня есть несколько изделий этого бренда. Очень их люблю и ценю. С удовольствием ношу. Сумка тоже трендовая. Тренд на такие модели. Задал люксовый бренд. И сейчас вот это веяние моды проявляется во всех масс-маркет-магазинах. И также в небольших компаниях, которые создают вот такие капсульные коллекции, как Mills Carta. Мне нравится и форма, и вообще вот эта многослойность сумки, многоэлементность с цепочкой и с монетницей. Смотрится очень дерзко. У меня такая сумочка есть и в белом цвете. Ношу как с элегантными образами, так и с какими-то более дерзкими, как этот. Очень-очень круто и интересно смотрится. И также вообще не секси вещь в моем гардеробе. Но мне нужны были леггинсы. Я делала заказ на H&M для детей и забросила себе в корзину. Вот такие. Они как-то правильно называются, но я сейчас забыла. Короче, это типа как джинсы, но они сделаны как леггинсы. Я взяла себя в 36 размере, потому что боялась, что я не втиснусь. Но они сейчас сползают. То есть, они чуть-чуть потянулись, и теперь мне приходится их ловить. Здесь нет возможности вставить пояс, поэтому если бы еще раз заказывала, взяла бы 34. Короче, мне нужны были леггинсы, типа джинсы, которые будут сидеть по фигуре. Потому что, при том, что я невысокая, ноги у меня не длинные, я не могу себе позволить надевать мешкообразные брюки, которые я так люблю, и объемный свитер, и еще с вот этими ботинками, это была бы катастрофа. А вот как раз по ноге самое то. Ткань не слишком плотная, но зато они нигде не жмут. Раз надела и побежала. И это то, что я часто надеваю, вот знаете, ко всем таким свободным свитерам. Потому что при моем росте, опять же, фигуре, ну, мне кажется, это самый разумный выход. Ботинки. Ох, как же я охотилась за подобной моделью. Но, вы знаете, я не хотела покупать себе вот прям тренд-тренд на такой большой тракторной подошве. По той причине, что это уже и так везде, это уже вот так надоест. Я хотела себе типа ботинки Челси, но чтоб такие с изюминкой, с трендовой ноткой. И я нашла их в Массимо Дутте. Там есть очень классная модель со шнуровкой и с замком. Я все выбирала, вы мне помогали, я большинство была за ту пару. Но потом я решила, что у меня есть сапоги на шнуровке. И все-таки сделала ставку на эту модель. Дальше начались споры по поводу удобства. Я провела голосование в инстаграме, потому что девочки начали писать, что Ксения Вострикова говорит, что они труд. И когда я спросила, у кого есть такие ботинки, проголосуйте, труд или не труд. Те, кто смотрели другого блогера, сказали, что труд. А те, у кого они есть, сказали, что не труд. Я скажу вам вот что. Все очень индивидуально. Поэтому просто вас предупреждаю, что, во-первых, вот эти ботинки не на узкую ногу. Во-вторых, лучше попримеряйте там в магазине. Я походила в них дома и без носков. Я уже решила их оставить, поэтому позволила себе. Раз в них гуляла и мне ничего не натерло. Но я хожу спокойно в обуви и из Zara, и из H&M. Все зависит от конкретной модели и, конечно же, от ваших ног. Но они, конечно, супер стильные. Мне они нравятся и меня не устраивают. Но учтите, что модель, которая расстегивается, будет гораздо удобнее. То есть, снять и обуть такие ботинки, то еще удовольствие. Но я готова терпеть во имя красоты. Мне хотелось такие ботинки. Я купила. Ну, если вы все же хотели вот такую модель, и вам интересно было именно мое мнение, то делюсь. Смотрятся они очень-очень классно. С разными элементами гардероба, в том числе и с платьем, с какими-то юбками. Интересными. Поэтому я уверена, что я буду носить их неоднократно. Вот лишь бы только качество не подвело. И моя черная жемчужина базового гардероба. Я думаю, что вы уже можете догадаться от кого. Это Minimax UA. Это у них новая модель пальто. Которое еще в прошлом году моя мама у них заказывала. В таком стиле Max Mara, я бы сказала. Очень-очень роскошно это выглядит. Это хорошо носится. У меня есть их классическое пальто-халат. Если вам нравится именно такое, как у меня серое, утепленное. Да, у них практически каждая модель может быть утепленной. Я всю зиму хожу в них. То есть до минус 10. Вообще очень здорово. Их пальто у меня не скатывается. И если вы ищете себе просто классическую модель пальто с отрезным рукавом. И вот такая вот просто, знаете, которая вне времени. Спросите у них. Я точно не помню название. Как у Олиоси. Они точно вам подскажут. У меня есть и карамельное пальто. И серое, и серое, и утепленное. И я в прошлом году говорила вам, что со временем я приобрету себе еще и черное. И я не стала искать. Я знала, куда обратиться. Я оставлю вам контакты внизу. Это, конечно, очень-очень качественное пальто. С подкладкой. Со всеми внутренними пуговицами. Здесь выточки такие. Ну, слушайте. Люди, которые больше 20 лет занимаются производством пальто. Знают, как это правильно пошить. Какую ткань для этого выбрать. И вообще у меня в них нет никаких сомнений. Вижу, что они сейчас вот начали делать. Не сейчас, где-то год тому назад. Такую интересную стежковую строчку. Это тоже очень здорово. Так интересно смотрится. Я когда пошла в их пальто к своей свекрови. Которая в прошлом швея. Она сразу начала его рассматривать. Спрашивает, где ты нашла такое пальто? Говорит, это нереально достать. Ну, говорю, вот заказывала в Украине. Но они отправляют по всему миру. Прежде чем вы мне скажете, что у вас уже минус 20. Куда вам носить такой наряд? Зачем я вообще это показываю? Каждую опцию можно утеплить. То есть топ меняем на какую-то водолазку с шерстью. Бенетон, между прочим, очень хороший. В H&M тоже есть неплохая шерсть. Кашемир и в том же Mango в их премиальной коллекции. Если вы хотите, чтобы я так, как в прошлом году сделала заказ, чтобы я попримеряла, показала вам, чтобы мы это вместе рассмотрели. Обязательно дайте мне знать. Может, микс из каких-то брендов. Потому что я вижу, что есть премиум коллекция в Mango. В Azari тоже что-то там появилось. Ну, в общем, скажите, что вы думаете по этому поводу. И в своё оправдание я скажу, что на мне шерстяной жакет. И пока мы снимали с Давидом, мне даже в нём было жарко. Я когда первый раз его надела, то он говорит, «О, как классно на тебе сидит мой пиджак». Я говорю, «Это мой!» Но я не против тоже иногда порыться и в гардеробе Томека. Этот жакет у меня от бренда Present Simple. Он должен быть таким более струящимся, не структурированным, таким вот мягким по фасону. И это он небольшой на меня. И, кстати, плечо должно так немножечко свисать, как будто я одолжила его в мужском гардеробе. Там у брата, свата, сына, друга, мужа и так далее. Мне нравится этот жакет. Я ношу его ещё с лета. У нас лето было такое себе, поэтому и шерстяные вещи пошли в ход. А под жакетом на мне топ. Да, я не собираюсь носить эту вещь каждый день в 20-ти градусный мороз. Но, смотрите, приближаются праздники разные. Вечерние торжества. У нас ещё миллион дней рождений. И скоро я иду на девичник. И вообще, это то, что мне служит верой и правдой практически каждый раз, когда я надеваю жакет. Независимо от сезона. У меня есть классный, любимый мой топ-бандо чёрного цвета. Я думаю, что вы все его уже знаете. Купила вот такой бежевый в заре, очень красивый оттенок нюда. Он и сливается с кожей. И вообще, здесь такая плотная ткань. Она двухсторонняя спереди. То есть, можно носить даже без бюстгальтера. Ничего не будет там просвечиваться и как-то выделяться. Если у вас более объёмная грудь, то вы можете надеть бюстгальтер под него. В общем, для меня это такая маленькая палочка-выручалочка, которую я часто ношу с жакетами или там, где слишком откровенный вырез. Как вы понимаете, я таки купила джинсы, которые я нахваливала в шоппинг-влоге. Да, они мне понравились. Это Zara, это модель Mom Jeans. Я, конечно, жертва моды. Вот когда все советовали boyfriend-джинсы, я их накупила. Теперь понимаю, что они слишком объёмные. Нужно что-то поаккуратнее. Перехожу на Mom Jeans. И так, конечно, бесконечно. Но а что делать? И сейчас, на самом деле, в масс-маркете, практически в каждом магазине Pull&Bear, Stradivarius есть очень хорошие модели Mom Jeans. Удачные, из хорошего, плотного джинса. И если сравнивать со Stradivarius, который я показывала в примерке, поэтому не стала уже сюда приносить во влоге, в каком-то домашнем. В общем, в Stradivarius есть хорошие Mom Jeans. Но эти мне понравились по расцветке. У меня нет красивых голубых джинсов, которые хорошо сидели бы по бёдрам и свободно в ногах, не в облипку. Я решила, что возьму их. У них также хорошая длина, можно немножечко подкатать. И когда станет совсем холодно, я свои лодочки из Zara, я покупала их в прошлом году, я думаю, что сейчас их уже нет в продаже. Ну, в общем, лодочки я сниму на какие-то ботинки на плоском ходу или на небольшом устойчивом каблучке по настроению и под определенные случаи. Джинсера классные. И они настолько мне понравились, что я даже взяла себе их в другом цвете. Сидят они точно так же, только это такой слегка вытертый черный цвет. Зато я буду уверена в том, что он не выстирается. И, кстати, это настолько плотный джинс, как в Levi's. И я думала, что он немножечко растянется, но нет. И это у меня 34 размер. То есть, они, опять же, вот такие не слишком мешкообразные. Они все же как-то там садятся по фигуре. И если вы понимаете, что они очень сильно давят, то имейте в виду, что они не потянутся. Мы с вами до сих пор продолжаем носить цепи. Это модно и актуально. И у меня есть несколько подвесок, в том числе и на Алиэкспресс я покупала. И в H&M, но мне хотелось чего-то такого более элегантного. И я нашла вот такую красивую цепь. Кстати, не банальную. Я таких нигде не встречала еще пока что. В Mango. Бижутерию из Mango я люблю. Она неплохо носится. И тоже можно в Outlet что-то посмотреть. Такая массивная украшалка. Очень стильная. И золото не слишком бросается в глаза. Оно такое чуть-чуть состаренное. Классный аксессуар. И надеваешь его с тем же комплектом брюки, черный жакет, кеды. Это смотрится уместно. Очень интересно, стильно и современно. Я очень хотела себе вельветовую рубашку. Но те, которые я встречала в Zara, еще где-то уже не помню. Они буквально стояли колом. И также рубчик был слишком грубым для моей внешности. И также оттенок зелени. А я вот прям придумала, что мне нужна зеленая рубашка. Вот такая. Чтобы этот оттенок зеленого был больше в теплую сторону. Этот цвет красиво смотрится и у лица лично на мне. И также в любом элементе моего гардероба. Эту рубашку я ношу просто в качестве еще одного слоя одежды. Вообще целый наряд. Можно назвать капуста. Гольфик у меня тоже, между прочим, из Stradivarius. Рубашка недорогая. Тоже хотелось, чтобы она сидела свободно. У Stradivarius часто размерная сетка бывает такой слишком маленькой, скажем так. И мои любимые Baggy Jeans. Они у меня есть из Zara. Вот в Zara они чуть больше, чем в Stradivarius. Но у меня это тоже 34-й. Нет, размер XS. Вот. Такой же цвет, как рубашки. И в сочетании с молочным. Вот как-то запало мне в душу. И я решила взять его. И, кстати, хаки я ношу ничуть не реже какого-то черного или серого базового цвета, синего. Даже хаки выбираю чаще, чем синий. И эти брючки, они мягкие. Они есть в разных цветах. В шоппинг-влоге я показывала на себе бежевые. Такие не бежевые, а молочные. Есть и карамельные, какие хотите. Ну, в общем, нужны джинсы. Есть и джинсы такие. Сейчас эта модель очень актуальна. Главное, что она удобная. Ну, я говорила вам, что эта куртка мне очень понравилась. У меня есть еще две из Лиджио. Тоже из эко-кожи. И те, на кого они были велики, вы можете найти что-то похожее, еще дешевле. В Страдивариусе я взяла эту куртку в размере S, чтобы под низ можно было надеть что-то более объемное. Также меня подкупил оттенок. И, в принципе, все здесь как-то так хорошо сделано. И замок, благодаря чему куртка не будет продуваться, это то, на что вы обижались в Лиджио. То есть, чтобы были не только кнопки, но еще и замок. Здесь он есть, он скрытый, но он присутствует. Также подкладка и манжет, чтобы ничего нам нигде там не подмерзало. И то, что меня очень сильно порадовало, это такое милашество. Теплый карман. Вот такой мягенький. Как-то прячешь ручкам сразу так комфортно. Вот. Куртка не удлиненная. И, конечно, на очень-очень суровую зиму она не сойдет. Но так как у нас зима лайтовая, у нас очень мало по-настоящему холодных дней. Поэтому я могу себе позволить носить такую куртку, в принципе, весь холодный сезон. Но если вы знаете, что у вас будут сильные морозы, то, конечно, придется обзавестись каким-то теплым пуховиком. А эту куртку оставить на осень и также на весну. А весной хочется всего светлого. Но я скажу вам честно, что я ношу зимой и осенью также. Но весной, соответственно, и светлую обувь, и светлую одежду. Потому что это как-то так свежо смотрится. Все вокруг в серо-черном чем-то. Ты щеголяешь, например, в светлых сапогах. И по поводу светлых сапог. Мне захотелось купить себе такой костюм. Вы знаете, что я обожаю трикотаж. Если нет, то говорю об этом. У меня очень много разных костюмчиков. Это моя повседневная униформа. То, в чем я дома хожу и куда-то там детей отвезти, привезти. По-быстрому выгулять собаку. В общем, у меня есть шерстяные костюмы от Esselera. Я продолжаю их носить. К сожалению, трикотажный костюм из Esselera с прошлого года скатался безбожно. Но я его все же люблю. И до сих пор от него не избавилась. Потому что он мягкий. И для меня крайне важно, чтобы трикотаж был приятным. Чтобы вот в нем было так, как в объятиях мамы. Как будто тебя кто-то так обнял нежно. И тебе так хорошо, уютно и вообще приятно. Поэтому я всегда тактильно выбираю такие вещи. И я зашла в Massimo Dutti и увидела, что у них сейчас появились такие комплекты. Именно более классические, не спортивные. То есть, с каблучком можно найти куда-то в город. Ты не будешь смотреть, как что припрылась в спортивном костюме. Поэтому я обратила внимание на них, попримеряла. И я очень рассчитываю на то, что они не скатаются. Но тут уже я ничего не могу вам обещать и себе. Но я купила. Мне понравилась расцветка. Мне понравилась модель. Если вы высокая девушка или женщина, на вас там есть хорошие варианты. Потому что, конечно, с моим ростом я со многими моделями пролетела. Так как подшивать трикотаж, наверное, не самая лучшая идея. И многие брюки были для меня там слишком длинными. И у меня этот костюм в размере XS. Он должен сидеть свободно. В талии мог бы быть поплотнее. Но я к тому, что это не прям такая XS-очка там модельная. Да, просто такая полномерная размерная сетка, которая должна сидеть свободно. Мне очень нравится горловина. Мне нравится, насколько благородно это все смотрится. Тоже за счет оттенка. Потому что он такой серо-коричневый. И в сочетании с молочным это, конечно, красотень. И в Massimo Dutti тоже ботинки на шнурках с молнией. Есть еще и в светлом цвете. Я примеряла это все вместе. Конечно, очень красиво. Но брюки тогда где-то по полу будут там тягаться. И в моем случае каблучок необходим. Мы с вами уже практически добрались до конца. Я все думала, показывать или нет. Но так как было много вопросов, расскажу я об этом платье. Это как платье-футболка. Оно просто из обычного хлопка. Но меня подкупил разрез. Куда там зимой с таким разрезом, я пока что не знаю. Но поверх на мне надета шерстяная рубашка-бомбер. Она очень теплая, она не укороченная. Но мне показалось, что при моем росте к этому платью ее все же не мешало бы завязать. И это рубашка от бренда Ligio. Я заказывала ее в прошлом году. Она без подкладки, но она очень-очень классная. Она держит свою форму. У них тоже всегда все швы так хорошо обработаны. Очень-очень крутая. Если вы хотели, тоже в другом цвете наверняка у них есть. Можете глянуть. Возвращаясь к платью. Платье просто интересно по своему кровью. Я ношу его с ботинками такими более грубыми. С косухой надевала. И мне кажется, что самой большой изюминкой в этом образе, мне кажется, это правда, является сумка-бананка. Она от Mills Card. И когда я показывала ее во влоге, многим она понравилась. Я надеюсь, что ее еще не полностью раскупили. Потому что она очень-очень крутая. Она заменяет мне и сумку кроссбадди, и также поясную сумку, и рюкзак. Она очень-очень вместительная. Там несколько карманов и подкладка. Это кожа. Вот. И она смотрится очень стильно в таких нарядах. Тоже не приходится там как-то думать, куда тебе взять сумку в руки, куда ее пристроить, как сумку-пельмень. Ну, в общем, мне кажется, что такие наряды для разнообразия. Еще поверх можно набросить какой-то пуховик. Конечно, надеть колготки, когда похолодает. И тоже можно хоть куда так наряжаться. Вот. И эти платья тоже есть в нескольких расцветках. С традивариусей на мне. Размер S. А на этом у меня все. Я надеюсь, что вы вдохновили, что вам было интересно. Все нужные ссылки я оставлю внизу в описании. Если что-то старое или что-то распродано, я постараюсь найти какие-то альтернативы. И просто поделюсь с вами своими интересными находками. Потому что я провожу достаточно много времени в магазинах, просматривая коллекции. И если мне что-то понравилось, но я не приобрела себе, но оно того стоит, я обязательно дам вам наводку. Ну, а теперь будем прощаться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok